Сегодня мы не отправимся с вами в заброшенный замок или другое оставленное здание, историю которого хочется сохранить. Сегодня мы сохраним совсем другую, немаловажную для нас историю. Историю нашего верного друга и компаньона, сопровождавшего нас во всех наших авантюрах. Привет, друзья! С вами Ксения Хаут, Вадим и Гера. И проект об исследованиях заброшенных мест Follow the Ghosts. Вот так должно было начинаться новое видео, в котором нам хотелось ответить на ваши вопросы и немного показать, как мы путешествуем и работаем над созданием своего блога о заброшенных местах. К сожалению, нам пришлось сменить тему. Первый день весны нас покинул наш главный и любимый многими участник, наша прекрасная Гера. Она ушла после пяти месяцев болезни, и до сих пор мы не можем прийти в себя и смириться с этой потерей. Это видео мы хотели бы посвятить ей, рассказать ее историю, подчеркнуть ее огромную роль в нашем жизни и этом проекте. Январь 2010-го. Сугробы по колено и мороз. Маленький щенок ходит по остановке от одного человека к другому, поджимает уши и лапки, но никто не обращает на него внимания. А рядом оживленная дорога в три полосы в одном направлении. И даже несмотря на лед и колеи на асфальте, люди в машинах куда-то спешат. Мы с другом идем поодаль, но замечаем этого малыша. Я смотрю на щенка две минуты, понимаю, что он ничейный и ищет внимания хоть кого-нибудь и говорю, я хочу его взять. Мой друг коротко кивает, мы подходим к остановке, берем замерзшего малыша под мышку и идем домой. На вид ему 3-4 месяца. Девочка, 14 лет спустя я могу с уверенностью сказать, что это было моим самым лучшим и правильным решением в жизни. В этом году последний класс школы, нервы и подготовка к вступительным экзаменам в универ. Мне пока не исполнилось 18, я живу в квартире с родителями и у нас и так уже есть собака и кот. Шансы, что мне просто возьмут и разрешат оставить щенка, похожего на немецкую овчарку и, следовательно, который в ближайшем будущем подрастет до размера той самой немецкой овчарки прямо у нас в квартире, скажем честно, были довольно небольшие. Поэтому тут надо было действовать хитро. Мне пришлось подобрать его, он бегал прямо у дороги. Наверняка потеряшка, слишком хорошо выглядит. Я уже разместила везде в интернете объявления. Скоро кто-нибудь обязательно откликнется. Конечно, никаких объявлений я не размещала и не собиралась. Мне просто хотелось выиграть время, за которое мои родители привыкнут к новой собаке, полюбят ее и уже будут не против, если других хозяев на нее не найдется. Щенок оказался очень скромной девочкой, которая, только зайдя в квартиру, уже всех умилила. Она спокойно исследовала новый дом, сразу подружилась с нашей таксой по имени Дерек и нашла себе спальное место. Ну ладно, пусть остается пока. Следи за объявлениями. Разрешение было получено. Около трех дней щенок ходил безымянный, пока однажды мама не спросила у меня, а почему у нее еще нет имени? И чтобы больше укрепить их привязанность, я сказала, придумай ты ей имя. И мама придумала, пусть будет Гера, как жена Зевса. Ну Гера так Гера, подумала я, ничего не испытав к этому имени. По большей части мне было все равно, лишь бы щенок остался у нас. Правда, вскоре маме захотелось сменить ей имя с Геры на геморрой, потому что произошло следующее. Мои зимние каникулы закончились, и нам пришлось оставить скромную девочку одну дома на несколько часов, потому что у меня была школа, а родители работали. Не такой мы ожидали увидеть квартиру по возвращению. Скромная девочка нескромно дотянулась до всего, чего могла. Поела обувь, домашний декор, вытащила из корзины грязное белье и вдоволь наелась носков и другой одежды. В общем, отлично провела время и очень радостно нас встречала. К счастью, родители не выставили нас с ней из дома и даже не сильно расстроились, понимая, что это всего лишь щенок, у которого чешутся зубы и который, возможно, после жизни на улице боится одиночества. И хоть мы старались не оставлять ее надолго одну, этого было не избежать. И в течение всего последующего года мы то и дело выбрасывали кучу поеденных вещей. Когда Гера первый раз проехала на машине, ее стошнило. Второй раз тоже. Я очень расстроилась в тот момент, боялась, что так будет теперь при каждой поездке. На удивление, с третьего раза это больше не повторилось. И что самое интересное, мы стали замечать, с каким энтузиазмом и желанием она теперь запрыгивает в любое авто. Это был очень энергичный, влюбленный в жизнь щенок. Ей все было интересно. Любая прогулка, даже просто по двору, ее радовало настолько, что, выходя из квартиры, я только и успевала за что-нибудь хвататься, чтобы в порыве восторга Гера не уволокла меня за поводок по всем ступенькам. Если честно, в молодости она была просто бешеная. Можно ее выпустить? Да. Я ее подожду, пока нет. Чтобы как-то обуздать ее нескончаемую энергию, мы постоянно куда-то ездили. На дачу, по Карелии. Я также брала ее с собой на фотосъемки. Даже когда у меня была практика от университета, и две недели нам нужно было жить в карельской деревне, я нашла способы взять Геру с собой. Она обожала повсюду за мной следовать и открывать новые места. Наверное, вместе мы объездили практически весь регион. Спали в палатках, катались на лодках, ходили в пешие походы. Дорогая музыка. Через пару лет мы переехали жить из квартиры в дом около леса, где Гера обрела гораздо больше свободы. Вместе с нашей таксой Дереком они наводили в округе порядки. Я тогда активно работала фотографом и практически всегда Гера сопровождала меня на съемках. Сначала она просто наблюдала со стороны, а потом подходила и садилась прямо рядом с моделью. Практически на каждой моей фотосессии ребята позировались с ней. Вокруг нее постоянно что-то происходило и она была в восторге от такой смены событий. Новые места, новые знакомства. А сколько друзей собак у нее было. Гера, погнали, давай! В августе-сентябре мы обычно не вылезали из леса, наслаждаясь красотой меняющейся природы и сбором грибов и ягод. Это было наше самое любимое время в году. В таких поездках Гера часто разрывала осиные гнезда и находила палки подлиннее, чтобы, пробегая мимо нас на корточках собирающих ягоды, зарядить нам этой палкой по спине, не давая скучать. В 2017 году в нашей с Герой жизни появилась Вадим. И меня поразило, насколько быстро Гера к нему привязалась. Возьмем воду подреку, да? Гера носом заживает. Окей, у нас щенки, он будет взорвать. Эй, взорвай! 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 Иди сюда! Гера! Она ее кушает! Все, фу! Да блин! Она ее лопает! Она не хочет! ВП? А че ВП? Гин! Мне уж топора для такой замечательной собаки точно не жалко. Около полутора лет я жила на две страны, в одной из которых был Вадим, а в другой Гера. Но вот в 2019 году мы приняли решение ее перевести. Это решение далось нелегко. Хоть Гера всегда была за любые авантюры, мне было страшно вырывать ее из знакомой и любимой ею среды, где было много любимых ей людей и собак, много пространства и свободы, в отличие от небольшой квартирки в городе, где теперь поселились мы. Но быть всем вместе тогда оказалось гораздо важнее. Давай! Оп! Оп! Молодец! Изначально я планировала возвращаться домой таким же путем хотя бы раз в год. Но события в мире внесли свои коррективы. Перевоз Геры решено было осуществлять на машине. И так состоялся наш первый евротур по заброшкам. Ведь было глупо пересечь столько стран, ничего не посмотрев. А наше новое увлечение только набирало силу. До сих пор помню, как ночью мы пересекли границу с Латвией и просто припарковались на обочине, чтобы немного поспать, сидя в машине. А утром чуть проехали и свернули в лес рядом с озером, где на газовой плитке приготовили себе завтрак. Солнечный теплый день поднимал настроение и снимал усталость. Нас ждала новая совместная жизнь. Это всегда волнительно интересно. В поездке Гера была полна энтузиазма и первая бежала все осматривать. Так, например, она единственная посмотрела вблизи руины этого замка в Польше, огороженного сеткой и с приставленным к нему охранником. Гера просто залезла в пруд и прошла под сеткой, в то время как мы пытались заснять его через забор. В другом замке она нашла кости из чьей-то разворошенной могилы, в третьем засыпанные обвалом по тайные ходы. Так потом будет и впредь. Она будет находить такие уголки зданий, которые мы обычно не замечаем. Мы вместе спали в палатке, любовались в горах на звезды по ночам и даже впервые прокатили ее на метро. Случилось это в Варшаве. Кажется, Гере не очень понравилось. С этого путешествия началась большая совместная глава нашей жизни. Мы с Герой не только стали привыкать к другой стране, но и еще больше путешествовать. Одна долгая поездка сменялась другой. Но теперь вместо палаток стали в основном спать в машине. Сначала использовали перевезенный мною Hyundai, задние сиденья которого складывались в одну плоскость с багажником. Мы перекладывали все вещи на передние сиденья, а на разложенной части спали втроем. В общем, в машине спать реально очень классно. Тут, оказывается, столько мест. Правда, все вещи мы вот сюда кинули. Вот. Да, малышка, ты хорошо спала. На нем мы поехали, пожалуй, в самое запомнившееся нам путешествие. В Италию, исключительно по заброшенным местам. Была красивейшая осень с туманами, горы и прекрасные виллы. Именно в эту поездку мы почувствовали настоящую свободу. Ты сам планируешь свой маршрут, перемещаешься от точки к точке, и если уже подступает ночь, просто паркуешься в удобном месте неподалеку, раскладываешь сиденья и спишь. У меня была привезена с собой еще и газовая плитка. Так что мы даже еду сами себе готовили, экономия на этом. А душ находили на больших заправках. Там же или в других кафешках по вечерам заряжали технику. А иногда, если очень хотелось, снимали гостиницу на одну ночь. У нас в отеле сегодня есть кровати для всех. Вот тут мы спим с Вадимом. Это Оля уже легла. Ну и шкура. Гера радовалась и следовала вместе с нами. Сразу адаптировалась спать в машине и, кажется, сильно полюбила итальянскую пиццу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, случившаяся пандемия подорвала наши плане и путешествия на следующие два года. Но как только у нас была возможность, мы прыгали в машине и выезжали. Наше очередное путешествие уже началось. Как-то тут в своем багажнике. Персональном. Отлично, кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотели взять чуть-чуть вещей, но не получилось. За этот период мы еще раз съездили в большое путешествие по Италии и несколько раз объездили Францию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гера привыкла жить в квартире, но мы видели, что пространства ей все-таки не хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да и то, что после домика у леса мы вдруг оказались в центре города, тоже играло свою роль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вадим пошел в магазин. Вот там вход. И это Гера так его ждет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, радость. И потому несколько раз в неделю, если это было возможно, мы выезжали на небольшие загородные прогулки или и вовсе ехали на несколько дней в гости к семье, где был просторный дом и сад. Гера обожала туда приезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашей квартире она часто спала с нами. Как и мы время от времени завтракала блинчиками или кашей, которые мы специально готовили без сахара. Даже фильмы мы смотрели все вместе, уместившись на диване. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гера была нам компаньоном во всем. В походах в кафе, в магазин к друзьям. Мы практически никогда не оставляли ее одну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гера ходила за мной везде. На кухню, в гостиню, даже в ванную. Просто ложилась и садилась рядом и наблюдала, что я сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже мое хобби, паркур, она разделала вместе со мной. И мы вместе бегали по городским и природным структурам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще она постоянно меня облизывала. Стою мне толку поднести к ней руку. Так было толку со мной, других людей она не лизала. Не это ли доказательства настоящей любви? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В регионе, где мы живем, зимой практически никогда не выпадает снег слоем более одного сантиметра. А Гера его всегда очень любила. Поэтому на один Новый год мы решили поехать искать его сами. И оказались в настоящей сказке. В регионе вулканов Авернь. В этот период заваленным снегом. Гера была просто в восторге. Бегала, прыгала, зарывалась в сугробы. Словно бы не видела снег не полтора года, а лет десять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут нас накрыло облако немножко. А там нет, с той стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большой проблемой, с которой мы столкнулись во время наших поездок, стали клещи. Мы находили их повсюду. Даже зимой. Даже в той поездке к снегу мы сняли их с себя с десяток. Хотя снег лежал у нас практически под ногами. Достаточно было лишь пройти рядом с сухими кустами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особенно в их поимке преуспевала Гера. И неважно, гуляла она в городе или в лесу. Мы постоянно ее осматривали и давали препараты против клещей. Ведь однажды из-за такой мелкой букашки она заболела пероплазмозом, и мы еле ее вылечили. С тех пор мы были особенно осторожны. И если знали, что к очередной заброшке нужно пробираться через заросли кустарника, то, к сожалению, ее с собой не брали. Безопасность стала превыше всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В августе 2021 года появилась Мила, маленький щенок Джек Рассел Терьера, которую взяли наши родственники и которая сначала нашла в Гере мать, а затем лучшую подругу. Они обе очень сильно привязались к друг дружке, и до самого конца Мила не давала Гере стареть своими постоянными приступами игры, в которые невозможно было не ввязаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шибокий! 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 Двадцать второй и двадцать третий годы были более насыщены долгими путешествиями. Но теперь мы поняли, что нам нужно больше комфорта и стали арендовать на три недели месяц вместительные и наполненные всем необходимыми минивены. Мы спали и готовили в них, понимая, что это идеальные машины для наших путешествий. За это время мы скатались опять в Италию и сколесили Францию, а также отправились в новые для нас направления – в Испанию, Португалию и Бельгию, Нидерланды. Мне запомнился приступ бешенства, такой характерный для Геры, когда она была помоложе и совсем пропавшей с возрастом, случившейся с ней внезапно и в последний раз в заброшенном городке в Италии. Она счастливо носилась вокруг нас, словно снова впала в детство, перескакивая через любые препятствия на высокой скорости. С ней всегда было интересно посещать заброшенные места, интересно было наблюдать, с каким воодушевлением она их исследует. Она первая в них забирается, осматривает и обнюхивает каждую комнату, разведывает обстановку и возвращается к нам. Первая в них нельзя. Нельзя. Играет музыка И хоть зачастую пол в заброшках усыпан разбитым стеклом, Гера ни разу не поранила лапы. Настолько аккуратно она всегда перемещалась. Никакие ботинки нам так и не удалось заставить ее носить. Но был один единственный случай, когда Гера не захотела исследовать заброшенный дом. Старый особняк находился в лесу и сильно пострадал от дождевой воды. Крыша в нем начинала обваливаться практически в каждой комнате, а плесень поселилась на стенах и остатках мебели. Сначала Гера зашла внутрь вместе с нами, как обычно, но только мы отпустили ее с поводка, сразу вышла и стала ждать нас на крыльце под дождем. Это поведение было нетипичным для нее, и мы сразу это отметили. А позже на столе в гостиной нашли таблетки для собак против стресса. Их было достаточно много. Когда позже мы стали искать историю этого дома, то выяснили, что здесь доживала свои дни пожилая женщина, у которой была собака. Видимо, собака постоянно находилась в стрессе, и женщина была вынуждена давать ей такие таблетки. Может быть, причина была в самом доме? Раз даже наша Гера не захотела тут находиться. Только в 23-м году мы наконец-то смогли вернуться в Карелию. В этом же году мы купили собственную машину для путешествий – старенький Мерседес Вита, мини-вэн. Наша мечта о комфортных свободных путешествиях наконец-то начала сбываться. Ездить смотреть за брошки стало гораздо проще и комфортнее, и мы решились на долгую дорогу с Франции до Карелии. Вместе с Герой мы вернулись сюда спустя 4 года, пересекли последнюю границу с Финляндией и оказались на извилистой дороге вдоль Ладожского озера. До сих пор помню смесь разных чувств, меня охвативших. Казалось, что прошло не 4 года, а целая вечность, когда мы с Герой припарковались на обочине и вновь зашли в родной Карельский лес. Она сразу узнала его. Она была счастлива. Я видела, как она оживилась, как начала бегать, как все-таки много значат для нас родные места. И я была счастлива, что наконец-то исполнила данное ей обещание – еще хоть раз вернуться домой. Сам дом, претерпевший ремонт и перестановку мебели, она тоже сразу вспомнила, но ходила по нему сначала немного растеряно. А потом все стало, как обычно. Это кто такой кайфажор? Мы встретили старых друзей, проехались по знакомым местам, отлично провели время. Ну да, Вадим, полез. Путь обратно по Францию оказался настоящим приключением, в котором мы сполна насладились нашим новым домом на колесах. Наконец-то жизнь становилась такой, о которой мы мечтали. Как много классных путешествий мы сможем еще организовать с этой машиной. Только приближалось лето, и из-за сильной жары все поездки пришлось отложить до осени. Но нашим совместным планам так и не суждено было сбыться. В октябре 2023 года мы втроем готовились отправиться в ежегодное путешествие по Италии. Перед самым отъездом Гиря начала плохо ходить, и мы отвезли ее к ветеринару. Ветеринар осмотрел ее и сказал, что это артроз. Сделал специальный укол, прописал лечение и дал добро на поездку. Посоветовал лишь давать ее меньше физические нагрузки. Сделанные анализы были идеальны, как у молодой собаки. А проблемы с артрозом у нее были и ранее, поэтому мы не сильно испугались. После доктора мы поехали домой, и Гире стало гораздо лучше. Она снова начала бегать, играть с Милой и вести себя как обычно, только немного прихрамывая. Когда мы отправились в путешествие, первые два дня все было хорошо. Но как только мы пересекли границу, состояние Гиры начало ухудшаться. С каждой новой короткой прогулкой она все хуже держалась на задних лапах. Ее заносило из стороны в сторону. И вот нам уже пришлось поддерживать ее, чтобы она не падала. Мы поняли, что это что-то серьезное, и приняли решение прекратить поездку и вернуться домой. Пока мы ехали обратно, ее задние лапы полностью парализовало. Сразу с дороги мы оказались у ветеринара, который нам дал направление на сканер, и на следующий день результаты обрушились на нас снежной лавиной. У Геры нашли опухоль на позвоночнике. Ветеринар, сделавший сканер, развела руками. Опухоль была большой и съела половину позвонка, задев костный мозг. Именно поэтому отказали задние лапы. В тот момент мы были в шоке, узнав, что наш малыш заболел. Ветеринары были настроены пессимистично и предложили нам не мучить собаку. И возможно это имело бы смысл, если бы Гере было больно. Она страдала, перестала бы кушать и интересоваться окружающим миром. Но это было совершенно не так. Она лишь с непониманием смотрела на свои лапки, в один момент переставшая ее слушаться. Но в остальном совершенно не изменилась. И мы решили бороться за нее. Я решила, что сделаю абсолютно все возможное, чтобы ей помочь. Ухвачусь за любую возможность, и не важно, сколько это будет стоить и какие трудности принесет. Это была наша общая борьба. Раз наши ветеринары оказались не способны нам помочь, мы обратились в лучшую клинику страны, находящуюся в Париже. Сделали там единственно возможную на тот момент операцию по скреплению здоровых позвонков между собой, чтобы Гера не переломилась пополам. И убрали часть опухоли, давившей на спиной мозг. Всю опухоль, к сожалению, из такого места убрать уже было невозможно. Тогда же взяли ткани опухоли на анализ. Это оказалась остеосаркома, злокачественная агрессивная опухоль. Как же несправедлив мир, в котором такие прекрасные и чистые души, как наша Гера, могут заболеть такими дырными болезнями, думали мы. Потом было время не самого легкого восстановления и физиотерапии для лапок. А после мы снова вернулись в Париже, но уже на пять недель. Гера проходила долгий курс радиотерапии и три раза в неделю должна была находиться в клинике. В это время мы ночевали у друзей, у семьи, в отелях, в машине в лесу и даже у незнакомой женщины. Она увидела наше обливление о поиске жилья в соцсетях и продолжила пожить у нее. Ее звали Гаэль. У нее было большое и доброе сердце, и мы очень подружились. Когда мы вернулись к себе в город, то не смогли жить в нашей квартире, так как она была на пятом этаже в здании без лифта. Таскать туда Гера несколько раз в день, а гуляла мы каждые 3-4 часа, было невозможно. Тогда наши друзья, уезжавшие в отпуск на месяц, предложили нам пожить в их квартире на первом этаже. А после мы приехали жить к моей маме, у которой в доме был лифт. Все наши сбережения ушли на лечение, и мы не могли позволить себе снимать что-то другое. Работа тоже получалась плохо. Гере нужен был постоянно уход и внимание. Но постепенно мы адаптировались, заручили с помощью и поддержку от родных и друзей. И начали потихоньку выходить из этой ситуации. К сожалению, на пятый месяц борьбы с болезнью, состояние Гера начало ухудшаться. Происходило это сначала постепенно, а потом очень быстро. Опухоль дала метастази, никакие таблетки и химия уже не помогали. В первый день весны Геры, нашей дорогой и любимой девочке, не стало. Не стало и какой-то части нас. Мы мало что могли сделать против мерзкой страшной болезни, которая настигла внезапно энергичную и полную жизненной энергии собаку. Все развивалось слишком быстро. Мы сделали все возможное, чтобы попытаться спасти ее. Никакие неудобства, траты и испорченные отношения не пугали, ведь на кону стояла ее жизнь. Да, мы выиграли времени гораздо больше, чем нам предсказывали ветеринары. Да, было непросто, но это того стоило. Гера бегала на двух лапах так быстро, как многие собаки даже не бегают на четырех. Она продолжала радоваться жизни. Ела с большим аппетитом, с энтузиазмом подскакивала для новой прогулки и даже отправлялась с нами в небольшие поездки на день-два. Мы не давали ей унывать и погружаться в рутину. Постоянно сменяли картинку и таким образом поддерживали мораль. Это была собака, которая просто смотрела с недоумением на свои задние лапы, не понимая, почему вдруг не может ими управлять. Но быстро смекнула, что ее новые ноги – это мы. Или специальная коляска, которую нам сконструировал наш друг. Так пусто теперь. На ее пустой кроватке лежит ошейник. Так тяжело видеть, как вещи переживают нас самих. Последние месяцы были тяжелы морально, и это сказалось и на нас. Но если бы можно было снова их прожить, я бы согласилась, не раздумывая. Пока Гера болела, мы сделали видео о заброшенной психиатрической больнице, где рассказали истории пациентов. И одна из этих историй тронула меня больше всего – про влюбленных пациентов, прошедших через многие испытания. Фраза, которая описывала их жизнь и уход, звучала так. «Вместе» – это значит до конца. На протяжении всей болезни Геры эта фраза звучала у меня в голове, и много значила для меня лично. Ведь мы с ней тоже были всегда вместе. Вместе до самого конца. Гера будет еще появляться в следующих видео. У нас в запасе есть большой архив из разных мест. Если, конечно, мы найдем все силы продолжать это дело. Нам было важно выпустить это видео и почтить память нашей Геры. Тем более, многие из вас тоже ее любили, и вы имеете право знать, что с ней случилось. Наверное, мы не знаем люди, знакомых с Герой, кто не любил бы ее или хотя бы не испытывал к ней сэмпатию. Она сразу располагала к себе. Конечно, у меня были другие животные до нее. Но если вы хоть раз встречались с Герой, вы сразу поняли, что она особенная. Настоящая личность, со своими яркими эмоциями, желаниями, способная коммуницировать и такая забавная в своей наивности. Она была нам компаньоном в любой авантюре. Настоящая путешественница, первая запрыгивавшая в машину навстречу приключениям. За свою жизнь она побывала в 15 странах. Как много мы пережили вместе. Словами не описать красоты, что я видел сегодня во дворе дома. Так смысл же мне говорить о того и не стать тебе более знакомой. Более знакомой. Я любовь эту буду теплить и вынашивать так, чтобы она разрослась во мне деревом, чтобы кончики пальцев стали ею окрашены, чтобы ее во мне немерено. Я любовь эту буду теплить и вынашивать так, чтобы она разрослась во мне деревом. Мы очень скучаем по тебе, наша девочка. Наша самая лучшая собака в мире. Ты была и остаешься главной любовью в моей жизни. Спасибо тебе за 14 лет счастья. Моя любовь эту буду теплить и вынашивать так, чтобы она разрослась во мне деревом, чтобы кончики пальцев стали ею окрашены, и чтобы ее в ней немерено. Гера! 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 Храни, храни, храни глубоко в себе. Там ей теплее и мягче. Там она в своем белоснежном белье тихо и тихо от счастья плачет. Ее бы укрыть, ее бы обнять, ее бы раздать.